Поправки в закон о статусе депутатов законодательный орган рассматривал сегодня уже во втором чтении. То есть на этом этапе депутаты должны были обсудить только поправки, предложенные после первого чтения. Изменения такие есть, но они незначительные и носят скорее редакционный характер. Но тут ни с того ни с сего возмутились депутаты из ДПК. Социал-демократы потребовали отклонить закон. Мол, нельзя лишать парламентариев привилегий. И без машин служебных никуда, и помощников им не хватает, и жилье государственное тоже должно быть обязательно. Без него законы не пишутся. Вот тут говорят, нужно продать квартиры. Я считаю, пусть остаются. Нужно же учитывать положение всех депутатов. Пусть в этих квартирах живут молодые депутаты. Они приезжают из регионов, им же надо где-то жить. Чем законотворцы лучше, например, простых учителей, которые также приезжая из регионов, вынуждены снимать квартиры за свой счет, или госслужащих, работающих в министерствах и ведомствах, члены СДПК не уточнили. Вместо этого обрушились с критикой на инициаторов. Мол, если вам надо, вы отказываетесь, а заставлять делать это остальных депутатов не надо. Это было ваше решение. Вы постановлением своих фракций сами приняли решение отказаться от этих привилегий. Мы просто оформили это в закон. А вы сейчас так критикуете нас, как будто на вас кто-то давил. У вас есть право не поддерживать этот документ. Но мы считаем, что пусть лучше деньги, которые тратятся на наш автопарк, на квартиры и помощников, пойдут на увеличение зарплат учителям. У нас и так хорошие зарплаты. Можно работать и без этих привилегий. Однако противники закона не унимались. Они уверены, что сокращение депутатских привилегий никакой пользы бюджету не принесет. Что даже если все статьи расходов будут сокращены, эти деньги будут затрачены на другие цели. Тут в спор был вынужден вмешаться спикер законодательного органа. По словам Ченебая Турсумбекова, заявления депутатов о том, что парламент не экономит, беспочвенны. Я хочу ответить некоторым депутатам, которые говорят, что сокращение не сэкономили средства в бюджете. По сравнению с 2015 годом, в 2016 парламент истратил меньше на 60 миллионов сомов. Это все благодаря отказу от помощников и водителей. В 2016 году наш бюджет составил 784 миллиона сомов. Из них 80% это наша с вами зарплата и социальные выплаты. Оставшиеся это другие расходы. Однако для членов СДПК, равно как и для их партнеров по коалиции, данные статистики не аргумент. Большинство собравшихся высказались за то, чтобы отклонить закон. Как на это отреагируют избиратели, которым перед выборами депутаты обещали отказаться от всех привилегий, неизвестно. На сегодняшний день только фракция Республика Атаджурд официально отказалась от всех депутатских благ. Игорь Потанин, Александр Симонов, НТС.